Посол Армении в Индонезии Дзюник Агаджанян обратилась к мэру города Сурабая Трирас Махарини с очень интересной просьбой. Агаджанян попросила своего коллегу помочь ей отыскать следы присутствия своих так называемых древних сородичей в Индонезии. Трирас Махарини горячо откликнулась на эту просьбу и обещала сделать все возможное, чтобы выявить хоть какие-то следы. Для мэра индонезийского города Армяне и Армения являются такой же экзотикой, как и Индонезия для армян. Регионы, в которых расположены эти страны, достаточно далеки друг от друга. Также далеки их культура, традиции, быт, уклад жизни и все остальное. Женщина также приветствовала предложение армянского посла об установлении двустороннего сотрудничества. «Мы поможем с поисками исторических записей», — ответила она. Индонезийскому мэру пока не вдомек, с кем она связывается. Если мэр Сурабая подтвердит информацию о хоть каком-то присутствии армян в своей стране, то через несколько поколений армяне скажут, что эта несчастная Великая Армения простиралась аж до Индийского океана и начнут предъявлять территориальные претензии к официальной Джакарте. Но вернемся к новостям из Индонезии, центральной фигурой которых стал армянский посол. Как видно из данного сообщения армянских источников, армяне замахнулись уже на три моря. Армяне, сами того не ведая, в последнее время допускают очень серьезные ошибки, которые могут дорого им обойтись. Дело в том, что ища и находя следы своего, так называемого древнего присутствия в совершенно разных областях мира, они тем чаще подчеркивают, что не являются аборигенами Кавказа. Все достоверные исторические факты подтверждают, что на протяжении долгого исторического времени, вплоть до XIX века, различные разрозненные армянские племена кочевали из одной области в другую. А в XIX веке произошло объединение этих разрозненных племен, которые являлись по сути цыганскими таборами. Мы знаем, что цыгане Боша до сих пор живут в Армении. Объединение армян возымело место на исторической арене не по причине того, что какой-то великий герой или полководец объединил их силой воли или собственной харизмой, освободил родину от врага. Нет. Объединение армян обладало той особенностью, которой не было в истории других народов. Армяне поняли, что на Кавказе можно поживиться и заполучить себе что-то наподобие государства. И поэтому в условиях русско-иранской войны и раздела территории Азербайджана на две части, начали стучать в ворота Кавказа. Но вернемся к Индонезии. Армяне не ищут кочевых следов своего присутствия. Им важно найти следы так называемого культурного и созидательного присутствия на территории Индонезии. В случае же не выявления каких-либо древних следов армян в Индонезии, будет подтверждена теория ученых о лживости армянских историков, приписывающих себе не только какие-то следы в Индонезии, а также практически всех великих исторических деятелей, ищущих армянские корни у Наполеона Бонапарта, вплоть до египетских фараонов. Мы не спорим, и в среде армян есть определенные талантливые, одаренные люди. Но ведь все это не дает кому-то основания утверждать, что первыми египетскими фараонами, основателями египетских династий были армяне. Ведь никто же не обладает правом утверждать, что первые пирамиды были построены армянскими учеными и армянскими рабочими руками. В то время об армянах никто и слухом ничего не слыхал. Даже там, где по утверждениям армян, находилась вот эта, всеми неправдами впихнутая в историю несчастная Великая Армения. Что же касается следов армянского присутствия в Индонезии, то мы и с этим не спорим. Армяне вполне могли оставить след в Индонезии. Но эти следы принадлежат не каким-то древним и превеликим армянам, а обычным туристам ну или армянину просто купившему дом. Этого армянам вполне достаточно, чтобы потом рассказывать индонезийцам о том, как у них когда-то была Великая Армения. Таким образом, попытки армян найти свой след и в Индонезии, это яркое свидетельство того, что они стараются заложить основу для предъявления в будущем территориальных претензий к Индонезии. Продолжение следует...